друзья приветствую вас на канале водный мир меня зовут дмитрий тетишин многие подводные охотники если не все хоть раз своей жизни слышали такую аббревиатуру как р.п.п. и что же это такое за р.п.п. который выпускается уже более 30 лет пензенским приборостроительным заводом и каждый хотел бы наверно иметь такое ружье когда не было вообще никакого выбора и почему же сейчас эти ружья никто не покупает итак сегодня я вам расскажу про подводное ружье которое было придумано в советском союзе и до сих пор выпускается итак поехали итак ружье р.п.п. от бренда alpino sap но делается она все так же как и все ружья р.п.п. на пензенском приборостроительном заводе и так у нас средняя длина ружья р.п.п. есть еще меньше есть длиннее это ружье 38 сантиметров самая маленькая 32 самая длинная это шестидесятка что идет в комплектации к данному ружью лень гарпун насос инструкция как пользоваться ружьем вот такой вот наконечник с хитрым флажком вы можете давить здесь флажок такой достаточно интересный с таким загибом непонятно для чего это сделано но наверное все таки чтобы флажок не был за под лицо вот здесь итак это у нас запасная резинка для поршня и пластиковая заряжалка такая в принципе даже достаточно безопасная хоть и пластику итак какие же конструктивные особенности ружья р.п.п. первое чтобы не царапать гарпун он здесь никелированы и если на нем будут царапины прослужит крайне мало будет ржаветь значит для того чтобы вставить гарпун нужно нажать на спусковой крючок тянуть шептала и вставить гарпун вот гарпун стоит для того чтобы намотать ли на линии сброс да надо изначально так как у нас передняя привязка в данном ружье нужно зарядить ружье я это делать не буду цели безопасности вы заряжаете ружье и только потом вы начинаете намотку линия на линии сброс в принципе пружье такое достаточно простое в комплекте идет насос здесь у нас находится клапан закачки все достаточно стандартно сейчас же мы сами пойдем бассейн и посмотрим как это ружье поведет себя в боевых условиях и так идем бассейн и в и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, не поддается никакой критике, да, ружье не лежит в руке, ружье не точное, да, то есть, как бы, как ни крути, вы сами видели, гарпун в самом конце выстрела подымает вверх. Возможно, это связано с тем, что на данном наконечнике родном, да, который идет в комплекте, есть вот такая вот загогульника, которая действует как гидрокрыло, так называемое, да, и прикрутив сюда, на это ружье, прикрутив сюда трезубец или какую-то метелочку, которая будет более тяжелая, возможно, этого удастся избежать. В любом случае, все равно, самое главное, все зависит от вас, да, от подводного стрелка, который пользуется данным ружьем. Поэтому, как говорится, один раз в год и палка стреляет. На этом все, чтобы не пропустить наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok